Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Чайковская Екатерина. Я закончила свой большой челлендж 100 эскизов ОВД, а это значит, что вы можете увидеть 100 видео мастер-классов, как рисовать эскизы в Adobe Illustrator. Но, как я и обещала, я продолжаю следить за тем, что вы мне пишете, какие комментарии и выполнять ваши пожелания. Сегодня, как меня попросили в комментарии, я буду рисовать джинсовку на овчине. Давайте посмотрим, как это сделать. Первое, что я сделала, я подобрала, соответственно, заливку джинсовой ткани, в открытом доступе они есть, я ее скачала, и подобрала фотографию меха овчины, часто он искусственный, для того, чтобы у нас нарисовать основные материалы. Мой шаблон с манекеном, его мы будем использовать для рисунка. Скачать его можно по ссылочке под этим видео, как и до этого. Сейчас я уберу у него лишние руки. Руки удобны, когда вы рисуете разнообразные рукава. Ну и, соответственно, нижнюю часть мы тоже можем убрать, потому что у нас с вами будет только верх, только, соответственно, у нас это куртка джинсовая, и она будет до бедра, нам хватит только этой части. Все блокирую, все слои, на которых у меня вся эта красота расположена, и шаблон, и мои, соответственно, образцы ткани. Приближаю и начнем рисовать с одной половинки. Джинсовка у нас симметричная, можно ее нарисовать асимметричной, при желании я буду рисовать симметрией. Мне так удобнее и так проще. И сегодня буду рисовать с левой половинки, так вот мне комфортнее. Я заранее посмотрела, как оно выглядит, как рисуется, для того, чтобы мне было проще. Так что не думайте, что я вот прям сразу взяла. Нет, у меня есть зарисовочка, на основе которой я уже рисую эскиз. Вот, начнем, соответственно, с вами с половинки. Буду рисовать слегка распахнутое изделие, поэтому здесь оно у меня будет более свободно. И поскольку это джинсовка, она у меня не сильно приталенная, то есть я могу себе вот такую вот вариацию позволить. Так, снизу у меня там будет поясочек. Вот, и распахнутый вариант, да, то есть она у меня не закрытая, вот таким форматом. Здесь сейчас сразу буду рисовать ворот, поправлю вот момент. И смотрите, рисую инструментом перышка. Сейчас инструментом перу минус, поправлю вот этот момент. Напуск может быть, может не быть, просто небольшую живость я придаю, да, это необязательное условие. Нам с вами нужно будет нарисовать фактуру при помощи того, как будет оформлен край, да, и, соответственно, уже после этого залить ее мехом, для того, чтобы показать. Сразу определяем, как у нас будет длина у нашей курточки. Ее потом можно будет откорректировать, это не окончательный вариант, но я предпочитаю сразу приблизительно наметить, как оно у меня будет, чтобы я понимала. Основной акцент сделаю на рисунке воротника, потому что вы знаете, что у такого рода курток у нас с вами, меховой воротничок, его хорошо видно, и вот именно эту часть я хочу показать. Так, задняя часть воротничка, он будет без стоечки, но все равно будет немножечко стоять. Обязательно нужно прорисовать отдельную часть, которая будет меховая, потому что мы ее сейчас с вами будем делать именно мехом. Отдельно, кстати, мы это рассматриваем на курсе, мы учимся рисовать разный мех разными техниками. Здесь я покажу такой усредненный вариант, да, можно делать совершенно по-разному, в зависимости от того, какой результат вы хотите получить. Ну, это вот пример того, как это можно сделать. Меня попросили, я решила показать этот пример. Если хотите более подробно, пожалуйста, приходите на курс. Курс отличается от YouTube тем, что я там занимаюсь со студентами в более индивидуальном формате, проверяю все домашки, даю рабочие файлы, отвечаю на все ваши вопросы и все-все-все. То есть YouTube это более такая открытая площадка, здесь каждый может посмотреть все, что ему нужно, и я тоже отвечаю на вопросы, я не забираю свои слова назад, да. Но в рамках курса там, конечно, работа идет более активная, более индивидуальная, и можно получить больше за более короткий срок, потому что курс направлен на результат. Не просто так мы с вами там пообщаемся, да, а именно на четкий конкретный результат, чтобы вы научились, собрали портфолио, и у вас все пошло. Вот. Почему я так нарисовала? Смотрите, сейчас белым залью, будет понятно. Вот эта часть, это мех. Мы его сейчас пометим, чтобы он выделялся даже на таком эскизе. Вот он, видите, это мех. Вот эти части, они меховые, они у нас такие будут. Тоже воротничок, смотрите, будет он немножко скругленный, будет он с уголком, это тоже надо вот все посмотреть. Здесь она немножко у нас как будто бы так приотогнута. Вот так. Что еще у нас будет? У меня будет кокетка. И вспомните, я когда показывала уже деним, то у денима очень важны отстрочки и всякие потертости. Это уже будем делать на цвете потертости, а отстрочки надо нарисовать и в черно-белом варианте. Так, сейчас вот эти места тоже подкорректируем, чтобы они корректно смотрелись. Я, наверное, ее дам покороче, вот так. Вот это плюс Adobe Illustrator. То есть я поняла, что меня немножечко не устраивает. Я взяла быстренько раз-два, подкорректировала и все. И как бы то, как я хочу уже, да. И никто не скажет, как было до этого, потому что Illustrator, он корректирует, не остается никаких затертостей, как при рисунке от руки. Он не отменяет владение рисунком от руки. Но по моей практике, очень многие люди, у кого не получается рисовать от руки, в Illustrator чувствуют себя комфортно. Потому что здесь это все-таки, конечно, ближе к черчению. И людям здесь обитать бывает комфортнее. Но у всех по-разному. Кому-то подходит, кто-то считает, что очень грубый, очень четкий, очень жесткий вариант. Но на производствах такие рисунки крайне востребованы, активно в ходу. Поэтому зависит от того, какие у вас стоят задачи и для чего вы делаете. Карман. Я сейчас рисую карман. Это его клапан. Соответственно, сам кармашек. Карман накладной. Так и так. То, что у меня здесь вот они перекрылись, это не страшно. Я его сейчас уберу вниз, и он будет на своем месте. Я клапан вытащу на передний план. И все, все перекрылось. Ничего не видно. Форму и размер кармана, как правило, дизайнер отрисовывает дополнительно в реальную величину. Для того, чтобы можно даже его распечатать, посмотреть, как он будет смотреться на человеке. Это достаточно важно. Так. Вот здесь у меня будет один шов подкрайного бачка. Такую не совсем банальную сделаем. Немножечко ей добавим. Июну, скажем так. Вот второй. Так. Разошлись они у меня некрасиво. Сейчас это все поровняем. Вот. Немножечко подкорректируем, чтобы все было визуально правильно. Это все-таки не лекало, поэтому здесь допускается именно визуализация. Чтобы красиво смотрелось, но будем делать, чтобы было здорово. Так. Прилегание. Рукавчик. Нельзя делать полное прилегание, потому что у нас мех. Но, хотя в таких изделиях мех не всегда идет в рукаве. В рукаве часто бывает просто скользкая подкладка, чтобы туда было удобно запихивать руку. Поэтому надо, конечно, этот момент обдумывать и проговаривать. Что бы вы хотели? Вы бы хотели, чтобы рукав был утепленный или нет, или это не нужно. Может быть, там чуть покороче, чуть подлиннее. Мне пропорционально не очень нравится. Хочу немножко сократить. Вот так вот. Теперь нижняя часть. Это пояс. И основу я сделала. Забыла нарисовать планку. Она будет идти вот здесь. Планку я нарисую дополнительно. Объясню почему. Потому что вот та меховая штучка, которая у нас есть, мы сейчас с ней будем тоже работать и делать из нее мех. А планочка должна оставаться жесткой. Вот она у нас жесткая планочка. Так. Здесь вот идет как бы туда подгиб и сгиб. Вот это. Да, так лучше. Так. Дополнительно отрисовываем отстрочки. Где у нас будут отстрочки? Конечно же, по низу рукава. Постарайтесь сделать так, что если у вас это единые отстрочки по всему изделию, чтобы они были одинаковые. Ну, то есть, посмотрите, какой толщины у вас линия, какой настроенный пунктир. И именно так и рисуйте. Если вы планируете на изделие разный тип отстрочек, физически реально разный тип отстрочек, тогда и пунктир рисуйте разный. Здесь один, а здесь другой. Это тоже важно учитывать. Так. Заметьте, я делаю все вот эти манипуляции на половинки, чтобы потом, когда я сделаю раззеркаливание, оно у меня все было. Так, что у нас здесь? Здесь тоже у меня будут отстрочки. Программа запоминает, какая была последняя линия и ее сразу исполняет. Поэтому удобно сразу рисовать отстрочки блоком. То есть, вы все нарисовали, а потом блоком рисуете отстрочки. Некоторые линии можно, например, копировать. Вот я нарисовала линию, не обязательно мне ее заново ввести, я просто ее скопировала. Вот у меня уже получилось достаточно удачно. Так, карман входит сюда под кокетку. Здесь у нас с вами получается двойная отстрочка по краюшку кармана. Так, вторую. Два, три, четыре, пять. Так, здесь тоже у нас с вами по краю отстрочка одинарную сделаем. Так, можно перенять свойства пипеточкой. Оп, и у нас с вами перенялись свойства того, что у нас там есть. Так, здесь мы обозначаем с вами швы. Копирую ту линию, которая есть и присваиваю ей пунктир. Одну и вторую. То есть это шов и от него идет соответственно отстрочка в одну сторону и в другую. Так. И вот так. Сейчас немножечко увеличу. Для того, чтобы... Можно нарисовать сразу параллельные отстрочки и везде их присваивать, но это не всегда удобно. В данном случае, на мой взгляд, это не актуально. Поэтому я рисую их вольно. Но отстрочек надо ними всегда много. Так что закладываем на это время и отрисовываем. Так, по планке у нас тоже будет обязательно двойная отстрочка, но одну не будет видно за мехом, поэтому я нарисую только одну. Она будет умела идти вот по этому краю. Вот так. Вот. Ворот тоже не отстрачивается в силу того, что он у нас меховой. И еще нам нужны пуговки. Пуговки. Оставим их 0,25-ми и можно их очень удачно сделать градиентом радиальным. Вот он так будет красиво смотреться. Вообще, в идеале, конечно, сделать пуговицу прямо вот как положено, там со всеми логотипами и всем остальным, но поскольку у меня сейчас нет никакой конкретной фирмы, можно взять фотографию металлической пуговицы и ее сюда внедрить. Тоже, кстати, на курсе разбираем, как это все делать. Я просто поставлю вот такую металлическую пуговку. Считаю, что она будет здесь актуальна и такого же размера вот здесь пуговица. Раз. Скажем так, два. Три. И четыре. Пятую не видно. Пятая наверху. У нас встали с вами пуговки. Теперь давайте сделаем мех. Это один из приемов. Эффект. Так, что у нас там? Огрубление мне нужно. Не каждый раз его делаю, поэтому теряю. Вот оно. Исказить и трансформировать. Огрубление. Получается вот такая вот некрасивая штука. Но здесь нужно обязательно ее хорошо настроить. Тогда у вас все будет прелестно. Соответственно, самый маленький у нас это 1%. И вот здесь мы сейчас с вами подстроим, чтобы она у нас была. Видите, такой вот мех получается. Можно попробовать абсолютный, можно попробовать гладкий и посмотреть, что будет лучше отвечать нашим с вами задачам. Сделать окей. Можно поправить обводку на 0,5. Тогда будет краешек более мягкий. Вот она у нас, собственно, и встала. И, конечно же, обязательно на передний план это все вытащить, чтобы оно у нас было на переднем плане. Может быть, даже 0,75. Вот. Будет лучше. Все. Дублируем эту всю красоту от центра. И нам еще сейчас нужно будет спиночку нарисовать. Смотрите. Опа. Вот так. Что мы здесь убираем? Мы здесь с вами убираем пуговицы, а вместо них рисуем петли. Правильно? И мы с вами пуговицы вот сюда не поместили, а вот здесь они у нас есть. Одна и вторая. Ушла она назад. Монтаж на передний план. Вот она есть. Так. Прорисовываю спинку. Спинку рисую просто базой, чтобы у меня залился этот кусочек. Вот так. Никакого пояса там ничего видно не будет. Просто вот такой вот кусок рисую. Отправляю его на самый задний план. На задний план. И можно его для эскиза оставить вот таким более темным. Вообще выделение серой гаммы оно будет хорошо. Вот эти два куска надо слить между собой. Окно. Обработка контуров. Если кто не помнит, где находится. Соединяем. И вот эти два куска тоже между собой соединяем. Если остались вот такие какие-то шероховатости, открываем, смотрим и убираем ту лишнюю точку, которая у нас там есть. Перо минус. Опа. И здесь смотрим, все ли у нас слилось. Если не слилось, там видите какая-то вот ерунда. Вот мы ее поправили. Так и должно быть вот эта вот линия огругления, потому что мех он неровный. Вот такая история получилась. Можно дополнительно добавить тени при желании на эскиз, если вам это нужно. Я, как правило, добавляю базовые тени. Лучше добавить новый слой, чтобы тени не цеплялись ни за что. Вот смотрите, здесь на этом эскизе можно добавить прям очень такие базовые топорные тени, я бы сказала. Они будут выполнять свою функцию, но при этом просто формировать объем эскиза. Многие стараются очень так вот проработать тени, а это тоже иногда плохо, потому что проработка теней, она, ну, как бы не всегда нужна. Иногда нужны просто обозначения геометрической формы. Представьте себе цилиндр, да, и вот нужно просто вот попасть. Так. Потому что сейчас мы будем заливать с вами, и нам нужно будет, чтобы там было более темное. Так, ну и здесь тоже у нас с вами соответствующая. То есть база-база, да, вот никаких там вот особых штук. Делать не будем. Вот они наши тени, смотрите, на отдельном слое. Вот такая история. Убираем цвет контура и сейчас сгруппирую. Дам непрозрачность. На черно-белом эскизе непрозрачность должна быть высокая, на цветном, соответственно, она будет правиться. Вот наш черно-белый эскиз готов. Мы можем его сгруппировать все вместе, чтобы оно было в едином слое. Ну, тени, чтобы слились у нас. И так же нам удобно будет делать заливку. Теперь нашу курточку дублирую. И нам нужно создать заливку. Разблокирую тот слой, на котором у меня вот эти две красивые заливки. Сделаю их поменьше, чтобы они соответствовали эскизу. И теперь одну заливку перетаскиваю, и вторую заливку перетаскиваю. Они, в принципе, готовы, должны себя правильно повести. Никаких там неприятностей быть не должно. Так, на самый задний план. Сейчас просто вот так поставим, что заливать будем вот этими штуками. Вот, у меня создались заливочки из них. И сейчас мы с вами зальем наш эскиз. Итак, что у нас с вами есть? У нас с вами есть основа. Вот ее мы мехом изольем. Вот, смотрите, сразу за счет того, что у нас уже сделаны фактуры, за счет того, что все отработано, заливка мехом просто усиливает этот момент. И, конечно же, сразу просится тень. Двойной клик режим изоляции, чтобы она была поярче. Вот она сразу. Можно Ctrl-C, Ctrl-F, она ляжет поверх, сделать серым. И, соответственно, дать тоже непрозрачность, чтобы вот этот цвет меха был более глубоким, чтобы создавалось ощущение такого двойного дна. Что я сделала? Я внизу положила уровень, на котором у меня есть мех, сверху положила светло-серый, и он становится более темным. Вот, и создается вот это ощущение глубины в куртке. Так, теперь мы можем с вами взять инструмент «Волшебная палочка», кликнуть на белом, и попробовать все это дело залить вот таким денимом. Вот что у нас получилось. Серые тени, двойной клик еще в режим изоляции упаду. Сделаю их не серыми, а синими. Они будут смотреться более натурально, вот таким вот цветом серо-синим. Смотрите сразу, как они встали, да? И еще непрозрачности им добавлю, чтобы они помягче встали. Цвет, ну то есть тень есть, но она не так бросается в глаза. Соответственно, пуговицы можно доработать. Ну и таким финальным штрихом можно добавить кое-какие потертости. Один из приемов – это при помощи кисти. Окно, библиотека кистей. Нам нужны мел и уголь. Или художественный мел и уголь. Вот именно мелом хорошо это все делать. Смотрите как. Мы берем инструмент перо, говорим, что потертость будет здесь. Желательно это создать на новом слое. Так вот, кстати, тоже. Ctrl-C, Delete. Сейчас мы все заблокируем, и на новом слое это сделаем. Вот она, одна линия. Смотрите, просто создаю пока линии, да, то есть это будет вариант потертости, который такой, ну простенький. Вот так, и, ну, скажем, вот здесь будет потертость, и вот здесь потертость. Вот, создала их линеарно. Ctrl-A, выбираю все, поскольку у меня это отдельный слой, ничего не выделяется. Теперь нужно подогнать размер, ну, скажем, где-то вот так. Закрасить их белым цветом. Кисть только это, это не заливка, а кисть. И добавить лихой непрозрачности. И получится такое ощущение затертости. Вот, смотрите, надо ним еще и потертости добавили. Вот такая базовая куртка. Поскольку я рисовала на шаблоне, она может быть не очень живая, и кто-то хочет нарисовать ее, там, например, по фотографии, чтобы сделать ее более живой, но смысл остается в том, что вот есть такие приемы по рисунку меха, по рисунку денима, для того, чтобы создать интересную, реалистичную вещь. Используйте их, я думаю, что у вас все прекрасно получится. Не забывайте добавлять отстрочки, не забывайте добавлять потертости, если они нужны. Делать мех самыми разнообразными способами. Если у вас еще есть вопросы, обязательно пишите, покажу, расскажу, как что делать. А на этом все. До скорых встреч. Пока-пока.